Меня бывает упрекают за то, что я поклоняюсь Богу, который не разбирает между правым и неправым, включая самого Христа. Как отвечать? А то мне кажется, что мои доводы ничего не дают. Не разбирает между правым и неправым. На самом деле, дело в том, что мы не видим всей картины, кто прав, кто неправ, кто праведен, кто неправеден. И для чего Бог делает то или иное действие, нам не всегда понятно. Поэтому нашими глазами кажется, что вот здесь Господь поступает несправедливо. Вот был добрый человек, а Господь его наказал. Был злой человек, прошел жизнью пропевающе. Он какой-нибудь там, возьмем какой-нибудь Ким Ир Сен, корейский диктатор, прожил долгую, счастливую жизнь и вошел в корейскую историю, как путеводная звезда, великий вождь. И катался, как сыр в масле, ни за что не ответил. Много людей, которые, казалось бы, вели за действий образ жизни, ни за что не ответили. Дело в том, что жизнь долгая, мир долгий и как бы жизнь не кончается со смертью. Мы не знаем всех сторон, мы не видим всего сюжета. Поэтому кажется, да, кажется, что Бог обращается, не разбирает вообще, кто как всех под одну гребенку хочет. На самом деле люди больше это делают. Мы поклоняемся Богу, который дал свободу выбору человека. Ну, скажем, мы даем какую-то свободу своим детям, но до определенного момента, когда наш ребенок лезет зажечь газовую плиту, мы, скажем, можно сказать, остановиться здесь. У каждого свои какие-то границы, где мы пытаемся ограничить свободу. Наше общество дает свободу человеку, где-то он ее, наше общество ее ограничивает. Господь дает свободу человекам, в том числе и свободу быть полными мерзавцами. В этом сила. То есть Господь дал, скажем, одному народу сойти с ума и уничтожать под корень, сжигать в печах другие народы. И люди это делали. Господь позволил им это делать, потому что мир не сломался. Мир не сломался, и мы просто не видим окончания всего сюжета. Вопрос-то философский вопрос, как бы, ну, долгоиграющий вопрос. Справедлив Господь или несправедлив? Человеческие понятия справедливости неприменимы Господу. Мы когда маленькие были, мне тоже казалось, что с нами кто-то где-то там несправедливо поступает. Часто так и было, что с нами несправедливо поступали. Ну, вот такой ответ. А поскольку вопрос философский, то не найдется какого-то такого волшебного аргумента, который бы сказали раз, и люди бы сказали, а ну просто люди так это видят, они требуют, чтобы Бог был справедлив в их понимании. Требуют, что мир крутился по их пониманию. Может, оно и хорошее, но оно несовершенное. Вот, наверное, так. Хотя, снова говорю, волшебного ответа на этот вопрос нет. Продолжение следует...